Всем привет! По Франции существует такое негласное, политкорректное правило, когда тебе дают чек за что-либо, подождать несколько дней, прежде чем его тащить сразу в свой банк. С какой целью это делается, я не знаю. Ну, может быть, пошло из того, что я не хочу показывать, насколько я обеденна и насколько мне нужен ваш чек. Но сегодня я поступлю неполиткорректно. Вчера вечером у меня получился чек, и прямо сейчас я буду на почту для того, чтобы его накассировать. И подождите, это еще не все. Дело в том, что наша семья находится на такой социальной прослойке, где мы не бедные, то есть нам автоматически ничего не возвращается за лечение, но и не богатые. Вот эта вот средняя прослойка самая трудная. То есть, если тебе действительно нужно деньги вернуть за твое лечение, то заполнить вот такую-то бумагу, эту бумагу сюда отправьте, эту сюда, эту сюда. Я не поленилась, села сегодня с утра, не пошла в спортзал, а села, разобралась со всем этим, все расфасовала по конвертикам, и сейчас отправлю это на почту. Пусть мне возвращают деньги за мою же, за мою же болезнь. Вот такой вот парадокс. Это очереди повсюду. Теперь, чтобы зайти в магазин, нужно стоять, что-то выжидать в масках, естественно. И еще я подумала, что раз пошла такая малина уже с этими масками, наверное, обращусь куда-нибудь, пусть мне пошьют красивую какую-то маску. Вот я вечно хожу, как это, бля, борода висячая. Чтобы какой-то чек отпустить, приходится заполнить тысячу бумаг. Следующий, я по плану иду в аптеку, в которой никогда ничего нет, для того, чтобы купить жевательную резинку своему супругу, которая до сих пор мучается. То он курит, то не курит, не поймешь его. Поставила себе яйца варить, сделаю быстренько кофе. Жужуку попросила воды залить в машину, потому что нету, а пришел дождь с чем? С песком на русском. И она выглядит прям очень-не очень, а воды нет, и стекло помыть я не могу. Пока яйца варятся, может, успею сделать видео за вчера. Ничего толком не успела дома сделать и поехала. Ну что, ребят, следующие две недели я буду секретарем, буду снимать влоги секретарские. Я всегда, когда еду на этом повороте, и папа смотрит мои влоги и говорит, тормози, тормози, а я наоборот нагоняю. Помните, я ему говорила, что я очень часто вижу сны, вещи. Перед тем, как закончить работу здесь, во время эпидемии, мне приснился сон, что девочка, которая работает здесь, беременна. И она мне тогда сказала, нет, 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 этого не может быть, у меня уже есть один ребенок, второго мне не надо. Сейчас захожу, она говорит, ты со своими вещами с нами, вот. Короче, она беременна. У меня еще кое-что снилось в этом сне. Кстати говоря, очень много всяких изменений у меня в кабинете. И самое главное изменение, больше не надо никому мерить температуру. Заходит человек, подходит вот так сюда. 36,7 моя температура. Вот так. О, сказали, маску оденьте. Одену сейчас, одену. Не знаю, что это за знак, но мне еще и платье теперь выдали. Типа, вот, одень это платье, ходи на работу. Потому что я как-то одеваюсь, хреново, поэтому мне платье выделили. Настроение топку хорошее, хоть я и вся потная. Не знаю, кто. Еду домой на другую работу. Вы знаете, я вечно на каких-то трех работах работаю. Но теперь не в бар. Теперь я, оп, мило превращается, мило превращается в шеф-донтерприз. Выучите это слово. Пойду теперь работать на своих клиентов. А у меня их все больше и больше. Так что, вперед, как говорится. И с песней! Нет, я тебя как учила? Надо сесть и ждать. Оси. Только тогда я выйду и прилагаю. Но! Оси! Трудно, да, тебе сдерживать эмоции? Что ты, что мой муж. Одна сапогопара. Нет, не так. Оси. О, блин. Оси. Эй, оси, тюй кот. Вот так. Теперь получишь лаский кусок. На. Побожей. Пси на мою. Пришла, а Леночки дома нету. Я забыла, они ее отвели. Мы же ее записали в танцевальную школу. На время каникулки. И вот сегодня. Отвели. Наша шука что там делает? Опять моет. Ну, прям все вычищает. Hello! Ну-ка, где моя талсовщица? Привет! Танцевала? Очень много танцевала. О-о-о. Так она мокрая. Я вас бить на весе, мать. А, так как. Иди, мои ручки. У него даже мясо получается с сердечками какими-то. Смотрите, как готов. У меня время пришло ужинать. На самом деле, я просто не рассчитала своей силой. И что там пришла. Я думаю, по-быстрому, по-быстрому. С постами разберусь. И сразу не разобралась. Поэтому уж полдевятого вечера. Идем ужинать. А я еще не закончила. Вкус это от них, а? Ну, а это взглядеться так поближе. Это просто красотища. Здесь два вида фасоли. Стручковая, зеленая и белая. Здесь у нас мясо. А здесь у нас такой вот цветочек. Красивый-красивый цветочек. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.